Привет, ребята! Привет! Я Саша! Я Настя! Привет, ребята! Привет! Я Настя! Я Саша! И сегодня мы вам вместе с нашим Грэмом иногда расскажем наши впечатления первой недели жизни в Польше. Начнем с того, быстренько расскажем вам, как мы пересекали границу. Во-первых, мы ехали сюда на машине с собакой. Приехали мы сюда из Беларуси. Как вы, наверное, уже знаете, или, может быть, вы сами из Беларуси, сейчас тяжелая политическая ситуация. После августовских событий мы задумались о том, почему бы нам сюда не приехать, не попробовать здесь жить. Потому что, на самом деле, было страшно ходить по улице, когда мимо проезжает какой-то танк, ну, или что-то типа такого. Да, ну, и люди, когда просто охватают за то, что у тебя там цвета какие-то не те. Цвет одежды не тот. В тот момент мы и решили, почему бы и не попробовать. Сделали визы. Я открыл себе гуманитарную визу. Кстати, до сих пор еще можно открыть себе гуманитарную визу и, в принципе, попробовать уехать. А я сделала визу по карте поляков. В октябре мы сделали визы. Что-то как-то не сложилось, как-то вот мы все-таки не решились. И подумали, ну, пока поживем тут, в Беларуси. Наступил уже апрель месяц, вот, и мы решили, что пора бы уже двигать оттуда, из Беларуси, и решили поехать в Польшу. Мы выбрали Гданьск, потому что здесь, во-первых, море. Во-вторых, здесь очень красивый старый город. Он очень большой. И, в принципе, очень много старых зданий, архитектуры. На самом деле мы не были привязаны ни к какому городу, потому что изначально у нас не было никакой работы. Ну вот, решили выбрать город, который находится на берегу моря Балтийского. Да, это, наверное, был самый главный фактор, почему мы сюда приехали, потому что здесь есть море. Опять же, так как у нас есть Грэм, наш фёсик Хаски, он очень не любит жару, очень тяжело переносит лето. Балтийское море, оно холодное. И мы подумали, что Грэм вообще, в принципе, любит плавать. Сможем часто выезжать на море, он там будет плавать, охлаждаться, бегать. У меня вообще была такая мечта когда-нибудь показать ему море. И вот мечта сбылась. Мы взяли, собрали все вещи. Ну и как, не все, а два чемодана, всё, что влезло в нашу машину. И переехали. Было сложно, трудно. Можете посмотреть видео, как мы переехали. Там подробно мы вам расскажем, как мы пересекали границу, как мы переехали в Гданск. Да, и вообще любые вопросы вы можете писать внизу в комментариях. Мы попытаемся на все ваши вопросы ответить. Если их будет по какой-то теме очень много, мы даже, возможно, запишем специальное видео для вас. Первые впечатления наши. Сегодня мы находимся в Польше, в Гданске конкретно, уже неделю и два дня. Лично мне кажется, что мы уже здесь недели три, потому что столько всяких событий, столько всяких разных дел мы сделали. Вся жизнь перевернулась с ног на голову. Во-первых, это море. Сразу, когда мы приехали, мы поселились в квартире на Букинге, которая была очень близко, возле моря. И первое впечатление, конечно, как только мы приехали на следующий день, мы пошли гулять вот к морю. Это была еще, кстати, прохладная очень погода, такой сильный ветер, даже с дождем, по-моему. Да. Но это нам не помешало получить офигенное ощущение от моря, получить клевый заряд от моря. И, в общем, мы реально кайфанули и поняли, что, блин, это классное место на самом деле. Да, я сняла маску, и это такой прекрасный запах. Несмотря на то, что было очень холодно, мы были такие вот все укутанные, закутанные, замотанные. Вот. Но, во-первых, наш Грэм был счастлив, потому что очень холодно, и для него это есть счастье. А во-вторых, когда я сняла маску, вдохнула этот морской воздух, это что-то невероятное. Вот реально, если, вот, ребята, у вас есть возможность жить возле моря, или вы мечтаете, вообще идите к своей мечте, никогда не задавайтесь. И это вот незабываемое и какое-то ни с чем не сравнимое ощущение. Ты просто приходишь и видишь вот эту вот силу, воды, запах, вот какой-то такой ветер. Кстати, если у вас какие-то проблемы с языком польским, если вы его даже вообще не знаете, никогда не знали, то, в принципе, вы будете понимать, здесь очень много людей разговаривает по-английски. И если у вас есть какой-то, хотя бы даже небольшой уровень знания английского языка, вам здесь будет намного проще. Язык очень похож на белорусский, на украинский, на русский. Такая смесь. Есть, конечно, слова, которые кардинально отличаются от любого из этих языков, которые только на польском языке. Ну, тогда придется их там перевести, либо человек, который вам что-то объясняет, просто найдет синоним другой. Да. Либо на английском не объясняет. Тем более в 21 веке у нас у всех есть телефоны, можно даже включить переводчик, когда человек скажет, и вам все переведется, запишет, и все переведется на ваш язык родной. Поэтому бояться без языкового барьера вообще не стоит. Я себе нашел работу быстрее, чем мы нашли себе квартиру. Несмотря на то, что я очень хорошо понимаю польский, даже могу немного говорить, а Саша вообще полный норм. Я за польский чек. Он даже вот, даже сказать, прошу, извините, он не знает, ну, то есть человек вообще полный, ну, просто стал писать в инстаграме, туда, где он бы хотел бы работать. Причем сразу написали, что я по-польски не разговариваю. И в итоге через пару дней ему ответили, кто-то ответил, нет, спасибо, кто-то ответил, вот, да, давайте там попробуем. Ну, а вот третий человек написал, давай завтра с тобой созвонимся. Он, кстати, писал на английском. Мы написали на это, извините, можно мы завтра, например, лучше подъедем, чем звонить. Мы написали, что мы вдвоем подъедем, потому что я чуть-чуть больше понимаю и как бы договориться буду. В итоге Саша просто сам подъехал, у меня не получилось с ним приехать. И как-то на... Да, полуанглийском, полурусском, а не на польском, полуанглийском тоже мы так вот общаемся. Кстати, вот здесь вот тоже вот я кинул подсказочку. Можете перейти по ссылке и посмотреть ролик об этом. О том, как я искал работу и следующие ролики о моем первом рабочем дне уже я тоже там подробно вам расскажу, покажу. Город, старый город, красивые дома, красивая архитектура, плохие дороги, кстати. Вот что дороги мне не нравятся, это я вам точно скажу. Но плохие дороги только в городе, правильно? Ну, в городе, да, но мы же в городе живем, поэтому... Да, но имейте в виду, что вот в старом городе, где тяжело остановить движение и переложить новый асфальт, конечно, будут плохие дороги. Ну да, у меня еще колесища здоровые, у меня посадка низкая, и я когда какие-то там неровности на дорогах торможу и медленно еду, там уже сзади поток, они уже начинают там нервничать, сигналисты. Я думаю, блин, но это все из-за дорог. Вот единственное, дороги мне не очень здесь понравились, в Польше. Вот, а все остальное, сам город весь, он очень интересный, очень добрый, прикольный. Если вы собираетесь куда-то ехать, в Польшу, допустим, то я думаю, что вам понравится здесь. Мои впечатления какие? Я уже в детстве была часто в Польше, я ездила с хором, от костела я ходила в костел, и мы тоже с детским лагерем религиозным ездили часто в Польшу. И все эти воспоминания для меня были такие теплые, приятные, связанные потому, что просто с детством, потому что все мы родом из детства, и там хорошо. И я примерно представляла, что мне здесь будет хорошо, и мне будет здесь нравиться. Даньск, он, конечно, очень удивительный город, мы пока его мало знаем, но уже мне очень нравится. Уже влюбились. Да, уже влюбляешься в него моментально. Люди красивые какие-то, вот чувствуется культура в людях. Бабушка, помнишь, шла в шляпке с двумя собаками красивыми. Ну, то есть, ну, вот чувствуется культура в городе, в архитектуре, в людях. Ну, как-то все красиво и симпатично. Да, очень приятно находиться тут. Например, что касается цен, продукты в магазинах стоят только же или даже дешевле, чем в Белоруссии. Уже садится солнце, поэтому мы побежали в лес. Еще хотим успеть до заката, чтобы погулять с Грэмчиком. Ой, старая Бэшка поехала. На сегодняшний момент, в общем, мы очень довольны, мы очень рады, вообще одурманены тем событием, что мы наконец-то собрались и переехали. Мы не знаем, как мы будем здесь жить, что мы будем здесь делать. Какая неизвестность. Немножко у нас, да, есть такое чувство неопределенности, но я точно чувствую и знаю, что если ты чего-то реально хочешь, это обязательно у тебя случится. За пару недель до того, как вот мы уже себе там назначили время и дату, когда мы будем переезжать, Саша меня спросил такой вопрос. Настя, тебе не страшно ли переезжать? Я сказала, Саша, мне намного страшнее остаться тут. Мы не знаем, например, останемся ли мы здесь на всю жизнь или куда-нибудь потом опять переедем. Непонятно, но почему бы не попробовать? У нас всего лишь одна жизнь. Да, которая, кстати, очень быстро... Проходит. Идет вперед. Да. День за днем, день за днем. Живите сегодня, сейчас, не поволнуйтесь, не бойтесь. Идите только вперед, занимайтесь тем, что вам нравится и живите там, где вы хотите. Если вдруг приедете в Даньск, пишите нам, звоните и расскажите нам свою историю, мы ее тоже запишем. Еще был такой момент у нас, когда мы, ну, последний год мы жили только в Беларуси. Я словила себя на мысли о том, что что-то нам не нравится, что-то мы там жалуемся, что-то нам люди вот не улыбаются, не здороваются с нами. Мы хотим с ними здороваться, а они не хотят. Грустные ходят вот такие. Ну да, здесь люди такие, вот мы идем с собаками, они такие... Давай там этого пса уже угнимать, разговаривать с нами. Вообще, это каждый день. Мы такое встречаем в Беларуси, чтобы к нам кто-то подошел и поздоровался. Это очень редко встречается. Ну, один процент. Вообще, очень редко такое бывает, когда ты встретишь человека, и он там тебе улыбнется, и в магазине там тебя обслуживает нормально, пожелает тебе хорошего дня, здоровья. А здесь люди очень приветливые, улыбаются, всегда желают вот этого милого дня, доброй ночи вам желают, в конце года прощаются. Люди очень улыбчивые, приветливые. Люди открытые, вот люди более открытые. И вообще, в принципе, на улице, в городе, они чувствуются, вот, относятся друг к другу как-то, вот, с уважением. Люди уважают друг друга, а это очень важно. Важно находиться в цивилизованном мире. В общем, ребята, оставайтесь с нами, мы будем вам показывать нашу жизнь в Гданьске, будем рассказывать наши ощущения, впечатления. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, и хорошего вам дня, вечера или ночи, когда вы нас там смотрите. Божалуйста, пишите свои вопросы в комментариях, мы на них обязательно ответим. Милого дня! Милого дня! До следующего видео! Пока! Целуем, обнимаем, пока!